мир вам братья с миром принимаем мир всем сергей боком опять ему то ли не видно я не говорю сейчас кто-то скажет все равно смотри он это не балуется он серьезно смотрит он не видит видимо видна такая машинка Дмитрий Юров это новый микрофон вырежьте и Рустам Лусейнов тоже вот 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 Христос посреди нас. Господи, молим Тебя, благословим наши занятия и дай уклониться веками на телоописи с нами в этот воскресенье веков сухаря. Хмела тебе честь и поклонение, Отец Святой. Аминь. Аминь. Есть и будет. Аминь. 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 Книга Откровения, 13 глава, 7 стих. И дано было ему вести войну со святыми, победить их. И дано была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Война со святыми, с христианами велась во все времена. В страданиях и гонениях рождалась церковь. Первые христиане и были первыми мучениками. Вели войну с христианами и варвары, и мусульмане, и безбожники. Но никогда не удавалось их победить. Всемогущая Десница Божия всегда спасала свой народ. А Антихристу же будет дано, то есть не своей усилой, а попущением Божиим, победить их. Но и эта победа будет внешней призрачной. Церковь будет исторнута из общества, но не из сердец и тиноверующих, которые и в то время останутся в пустынных и потаенных местах. Сейчас нам говорят, что религия исчезнет из общества. Что ж, они правы. Эта победа будет одержана сатаной, и об этом возвещено в Писании. Но ужасен будет конец победителей, и славен венец победенных. И вот тогда будет взят от среды удерживающий теперь, то есть Дух Святой, отступит от среды людей и остается уже только в избранном. Тогда откроется Беззаконник, 2-я глава, 7-й, 8-й стих. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племени. То есть после своей победы над христианами антихрист получит всемирное владычество. Это не означает, что вся земля будет представлять собой одно государство, но все государства и народы будут подчинены его верховной власти. Антихрист не заметит или не хочет заметить, что все это лишь дано, и припишет все это своей силе, власти и мудрости, потребует себе божеского поклонения и добьется своего. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не вписаны в книгу жизни Вагнца, закланного от создания мира. Толкование. Все, кроме истинных христиан, запечатленных в печати Божией, записанных в книге жизни, поклонятся ему. Не устоит никакая идеология и никакая религия, кроме христианства. Евреи, мусульмане, индийские и другие восточные верования, все политические и идеологические партии, все народы воскликнут. Кто подобен ему? Кто может сразиться с ним? И все поклонятся ему. Потому помолимся, да не изгладит Господь имена наши из книги жизни. Слова от создания мира должно относить не к словам Агнца, закланного, но к словам, имена которых не написаны в книге жизни. И если апостол Иоанн говорит о том предопределении цветы в жизни, о котором говорит и сам Спаситель, «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И как пишет апостол Павел, «Он, Бог, избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира». Послание к Ефесянам 1.4. Вопросы? То есть здесь сказано, что христиане, имена которых написаны в книге жизни, что значит написаны в книге жизни? Православные считаются, что в таинстве крещения имена записываются в книге жизни. Ну и вы знаете, что, допустим, в миру был человек с одним именем, а по крещению с другим. То есть дается новое имя для новой жизни. Крещение он обещает, обещание Богу доброй совести и жить по заповедям Христова. И что характерно, Антихриста своей идеологией, что там за идеология такая? Ну, во-первых, люди, конечно, будут дивиться его могуществу и силе. Ну, а сила это от сил потусторонних. Вот, может быть, кто-то грешным делом смотрел битву экстрасенсов. Собираются колдуны и вроде бы благое дело делают, там расследуют убийства, несчастные случаи. И прямо видно она или он ли там напрягается, и ответы получают потустороннего мира. Вызывают духов, падших духов. И когда мы, православные, молимся святым, нас, юридники и протестанты, обвиняют в том, что мы вот этим согрешаем, вызываем духов. А этого делать запрещено в Писании. Но они не понимают, не различают, чистое от нечистого, каких духов, для чего вызывают. И приступили к духам праведников, написано, достигших совершенства. Первые христиане это делали. Вот. А некоторые скажут, а зачем, когда можно напрямую к Богу обратиться, зачем эти посредники, един посредник, и начинает наворачивать свое мудрование. Что им можно ответить в этом случае? Для чего православные молятся, приступают к духам праведников? Во-первых, это место Писания нужно привести и апостолы всегда просили молиться о них. А зачем им кого-то просить, когда они сами могут напрямую однако по смирению своему, по скромности просили за них молиться. Ну и когда особо важный вопрос, мы не напрямую к начальнику ведем, а ведем к человеку, который расположен и к начальнику, и к нам, и через него, через посредника пытаемся решить вопрос. Какой пример тоже можно сказать? Брат, можно скажу немножко дополнения? Апостол Павел говорит, по ходатайству многих, чтобы я был освобожден. То есть по ходатайству, то есть молитву именно. То есть одна молитва, она как с ручейком связана, а многие молитвы, это как река возносится к престолу Божию, более усиленная. Идем дальше. Откровение 13.9 Кто имеет ухо, да слышит толкование. Описав все это и намереваясь еще описывать уже ужас последнего времени. Иоанн призывает своих читателей. Кто имеет ухо, да слышит. Это обычное для Евангелия и апокалипсиса воззвание к бдительности, внимательности и самоконтролю. Матфея 11.15, 13.9, Лука 8.8, Откровение 2.7, 11 и 17 стихи. Об этом говорят внимательности, бдительности и самоконтроли. Как мало в наше время имеющих уши, чтобы слышать. Далее цитата приводится в Матфея 13.15, Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат и глаза свои сомкнули. Часто нам приходилось такое выражение «как об стенку горох». Говоришь человеку вроде не глухой, а чувствуешь, что он тебя не слышит. Да и видеть не хотят. Что такое ненависть? Нежелание видеть. Ненавидеть. Видеть не хочет. Ни ушами не слышит, не видеть не хотят. И бесноватый когда говорил «Что ты пришел раньше времени мучить нас? Святые Божии». То есть не желали они. И пророки Илья и и вновь, которые в последние времена будут проповедовать. Тоже люди будут не с распростертыми объятиями их встречать. Когда увидят их трупов будут подарки друг другу искать, будут радоваться. Настолько они своими речами и обречениями им были ненавистны, что при виде их трупов они воскликнут. Радостные подарки на чем-то были дают. Как будет. Итак, откровение 13.10. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, в плен, мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Толкование. «Призвав внимать этим божественным словам, Иоанн указывает на воздаяние. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. то мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Этот закон справедлив во все времена. Совершающий насилие сам будет повержен. Что причинил другим, то и обратиться на тебя. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру меряйте, такую и вам будут верить. Евангелие от Матфея 7-2. Особенно эти слова исполнятся на самом антихристе. Надежда Благодарская, микрофон выключите. Как он пленит всех неугодных себе, так будет и сам навечно лишен свободы и ввержен плен гиены огненной. 19-я глава 20-й стих. Как он будет уничтожать и разрушать ничем, так и сам будет уничтожен ничем исходящим из уст Божьего. Когда его Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. 2-е Фессалитисам 2-8. Далее. терпение и вера святых. Этими словами Иоанн показывает, что здесь на земле во время великой скорби антихристовой святым необходимы будут для спасения особенные терпения и вера. Без них в благоприятное время не спасешься, а тем более такое тяжелое. Вопросы? Кровение 13.1. И увидел я другого зверя выходящего из земли он имел два рога подобные агничим и говорил как дракон толкование как много было и есть антихристов 1-е иоанна 2-18 но в кончину века будет один собственно антихрист как много было и есть лже пророков как о том говорит писание ибо восстанут лже христы и лже пророки от фея 24 24 7-15 деяния 13-6 2-я петра 2-1 пианина 4-1 но в кончину века восстанет главнейший из них собственно лже пророк 16-13 19-20 22 как многие пророки пророчествовали о Христе и один из них иоанн претечев указал на Христа так многие лже пророки своей деятельностью готовили путь антихристов а один будет его непосредственным претечей укажет на него и научит людей ему поклоняться и не Леонский Андрей Китарийский объяснили что этот другой зверь и есть лже пророк этот зверь не антихрист ибо он другой по отношению к нему не является он и самим сатаной ибо действует перед сатаной стих 12 сатана во всем подражает Богу ибо желает быть как Бог а с другой стороны чтобы привести людей так как Бог есть Пресвятая Троица то он в определенном смысле подражает ему и в этом не будучи Троицей по существу он совершает это подражательно сатана сам искажает сатана сам подражает как бы Богу оттуда как Бог послал в мир своего Сына Иисуса Христа так сатана посылает Антихриста А Антихрист во всем внешне подражает Христу И как мы исповедуем третье лицо Пресвятой Троицы Духа Святого благовавшего в пророках так нечистые духи возвещают через лжепророков пока не явится сам лжепророк последнего времени Сатана Антихрист и лжепророк вот прескверная карикатура лукавого на Божественную Троицу Вопросов нет пока? Продолжение толкования Иоанн видит зверя лжепророка выходящего из земли Зверь Антихрист вышел из моря как из чего-то всегда волнующегося и меняющегося такова жизнь породившая Антихриста особенно уподобляется морю жизнь государственных и политических деятелей земля это наоборот нечто постоянное и твердое таковым является в обществе во все времена во все века культ и подражаемая им культура корень слова культура культ без корня нет слова без культа культуры таким образом уже пророк будет не государственным деятелем а представителем культа и культуры приготовляющим уны и сердца людей к принятию Антихриста он будет вести идеологическую борьбу и являться культура 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 это не будет религия направленная к небу к вечности это будет земное мудрование исходящее от земной скверной жизни почему и видит Иоанн лжепророка выходящего из земли далее следует описать зверя лжепророка он имел два рога подобные агнчим то что этот зверь имел только два рога означает что он является нищим по отношению к Антихристу который является в виде зверя с десятью рогами два рога лжепророка будут подобны агнчим 5-6 они будут не агнчим но подобны агнчим 5-6 сатанинское уподобление Богу предупреждал о том Христос берегитесь лжепророков которые приходят к вам в овечьей одежде а внутри суть волки хищные Иоанн Грия 7-15 печалью говорил о том и великий апостол языков ибо я знаю по отшествии моем войдут к вам лютые волки нещадящие стада Иоанне 20-29 в наивысшей мере таковым будет лжепророк антихриста подобно агнцу он будет иметь благочестие и обещать вроде бы наивысшие буманнейшие учения но все это будет ложь и научит поклоняться не божественному агнцу а посланнику ада страшному зверю антихристу сколь бдительны должны быть мы самых разных формах приходят пророки подобные агнцу это различные еретики предлагающие учения подобные учению агнцу они называются его именем дети божии исповедуют его и призывают к нему только христа они считают основой и центром своей веры и все-таки их вера только подобие веры агнчей они не могут реально предложить христа только его подобие не случайно поэтому в сектах нет тайн своей только символы подобия отравленное вино подобно чистому но испивший такую чашу умирает тому нет у них спасения люди не отличив агнца от подобия агнцу гибнут вечья одежда прикрывает хищных волков и неверующие люди также предлагают программы целей учения подобные агнче божественному агнцу его и его учению подавляются различные посланники из Индии и Тибета окультисты теософы и люди оставляют истину ради ее подобия и гибнут зверл же пророк говорил как дракон уста пророков возвещали то что говорил через них Бог Духом Святым 2 Петра 1 12 уже пророк станет устами сатаны и его пророчества видения и ничения будут даны ему сатаной вопросы нет ни у кого вопрос Вкровение 13 12 Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю которого смертельная рана исцелела толкование лже пророк будет не только говорить словесно воздействовать на людей но будет и действовать ложными делами и чудесами увлекать народы Он действует перед ними со всей властью первого зверя Здесь видна подчиненная роль лже пророка Он действует не от себя и не для себя действует перед ним то есть сведомо воли антихриста первого зверя перед ним отчитывается и от него получает поддержку помощь и силу Свои дела пророк совершает со всей властью первого зверя А первому зверю антихристу дано было вести войну со святыми и победить их и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем 12.7 Эту власть которую допустил Бог иметь антихристов он передает своему пророку чтобы тот подчинил ему души всех людей и в этом подражание Христу который также свою власть полученную от Отца передал своим ученикам и апостолам Патфея 28 18 19 Евангелие от Иоанна 20 21 23 Этой властью полученная от Антихриста лжепророк заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю которого смертельно рано исцелело как Иоанн предсеча приготовил людей поклониться Агнцу имеющему быть распятым воскресным так лжепророк приготовил людей поклониться Антихристу также подражающему Христу лжесмертью и лжевоскресением вопросы на минутку отойду Продолжение следует... Откровение 13 глава 13-14 стихи И творит великие знамения Так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми И чудесами которые дано было ему творить перед зверем Он обольщает живущих на земле говоря живущим на земле чтобы чтобы они сделали образ зверя который имеет рану от меча и жив Толкование Вера нуждается в удостоверении чудом и вера в Антихриста также будет нуждаться в этом Сейчас нам говорят покажите чудо и мы будем верить Что ж великие чудеса будут совершены лжепророком и поверят По своему эффекту и грандиозности чудеса лжепророка названы великими А такое чудотворное деятельности говорил и Христос Отстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса чтобы прельстить если возможно и избранных Ивангелие Атмарфея 24-24 2-й 2-я глава 9-й Какова природа ложных знамений и чудес определить трудно Это может быть и обман и наваждение и инсценировки явления совершенные с помощью науки и действительные чудеса совершенные дьявольской силой как например чародейство колдовство магия Для великого отступления нужны будут и великие чудеса И вот Иоанн описывает чудо которое будет совершено уже пророком Огонь низводит небо на землю Это чудо всегда было особым знаком божественности удостоверением схождения небесного на землю Иоанн 15-17 3-я царь 18-8 4-я глава царь 4-я книга царь 1-я глава 10-й стих 12-й Евангелие от Луки 9-54 Совершил это чудо и сатана в ветхом завете за он по попущению Божию низвел огонь с неба и попалил стада праведного Иова книга Иова 1-16 К тому же и пророки Илья и Инох будут поражать огнем своих противников чтобы противостоять им уже пророк будет совершать подобные знамения книга Исход 7-12 1-12 2-2 и низведет огонь с неба возможно чудом низведения огня на землю уже пророк будет пытаться противостать и близлежь сраждением благодатного огня на гробе Господнем в Иерусалине Но это чудо будет совершено перед людьми а не перед Богом Ибо это лже чудо и есть проявление высшей реальности неба а целиком рассчитано на эффект перед людьми на то чтобы обольстить их Все эти ложные чудеса лже пророк совершит чтобы обольстить живущих на земле ему не дастся обольстить тех которые ходя по земле душой живут на небе и там имеют свое сокровище которых жительство на небесах те же которые не только телом но и душой живут на земле только о земном помышляют и к земному прилепляются те будут обольщены лже пророком и примут антиклистом поэтому не собирайте себе сокровищ на земле где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут и где собирая себе сокровищ на небе где ни моль ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут ибо где сокровище ваше там будет и сердце ваше Иван Геет Матфея 6 глава 19 1 стих так лже пророк будет творить свои знамения перед антихристом вопросы у меня такой вопрос у Игнатова Углидар что за смертельная рана такая у зверя у меня была как-то догадка такая на примере коммунизма когда ему была нанесена смертельная рана и коммунизм был развенчан то очевидно настанет такое время когда они снова силу обретут была у меня такая догадка но что такое смертельная рана у зверя которого я ассоциирую сейчас с коммунизмом у меня четкого представления пока нету отошел кто желает ответить что за смертельная рана Игнатов задал вопрос смертельную рану нанес на Голгофе Христос дьявол изгнан будет если не свяжет сильно он связан сатана это смертельная рана смертью смерть попрал победил а то что она исцелена будет последнее время будет взято среды удерживающейся вере ну как вот идольские капища были повержены везде стали строить христианские храмы то есть было нанесено поражение вот этому духу антиквиста язычеству так скажем веру в ложных богов а последние времена опять вот это неоязычество опять восстанет опять будут наверно строиться капища с большей силой это вот как бы считается что его смертельная рана рана нанесенная христианством исцелеет на какое-то время будут они воевать со святыми христианами язычники сатанисты вот тут говорится еще о сатане лжепророки и звери тоже надо различать там антихристы будет его предтеча я тоже думаю что это будет человек коммунизм фашизм атеизм атеизм как мы разбирали выше это промежуток между христианством и сатанизмом сначала нужно сатане доказать что бога нет и его самого переход от плюса к минусу от веры к неверию вернее к поклонению сатане промежуток это атеизм то есть атеизм это ноль плюс это христианство а минус это поклонение сатане перед тем как люди начнут поклоняться сатане они сначала разуверуются но атеизм это не самоцель сатаны это чтобы поклонялись как богу приносили ему жертвы я думаю что наверное будет у всех же вот эти вот электронные нули и сейчас как очень легко будет отследить кто платит десятину кто не платит и кто не будет платить десятину сатане я думаю там я не знаю это уже жертвоприношение в виде денежных вот этих ноликов жертвы у того будут эти чипы отключать они будут сдавиться и их будут убивать Игнать Тихонович правильно рассудил или может что-то где-то далеко там логика в твоих рассуждениях есть а где еще можно найти то что подтверждает это подтверждает что еще раз о том что смертельная рана которая зажила это как раз речь идет о связании сатаны в день распятия Христа на Голгофе то есть где можно найти еще подтверждение твоим суждениям которые я принимаю как правильные где в священном писании где же еще Игнать Тихонович какие места указывают на то что на Голгофе связан сатана и началось тысячелетнее царство что именно это была смертельная рана этому дьяволу да посланник евреям 2.14 и 12 глава Матфея процитируйте своими словами как дети причастны плоти и крови то и он воспринял оное дабы смертью своей лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола смертью смерть поправ и далее он говорит как может прийти расхитить вещи сильные если дом охраняется но прежде свяжет его и Христос его значит связал потому что сходил в преисподнюю 4.6 первое писание Петра для того и было мертвым проповедано то другое для нас должно быть теперь наиболее остро стоять верим мы в это или нет что прямо говорит ему дано вести войну со святыми не с Китаем как в кинофильмах показывают антихрист со святыми главное то это можно придумать такую бомбу ахнули во время Хрущева одну водородную она кажется три раза вокруг земного шара обошла волна волна как вулкан Крокотау было а именно одна единственная религия в мире которая четко и ясно говорит что она будет побеждена почему потому что слово победа ты как раз об этом объяснял физически он одержит победу но внутренней победы ему никогда не добиться а те которые хвалятся лозунги нам принадлежит вся вселенная как мусульмане а они первые его примут у них там рядом все они обрезаны все что будет требовать антихрист у них есть а пятницу к субботе подвинуть не трудно вот сейчас что к Иерусалиму подтолкнули Трампа он остался в истории так что этот храм алекса там это легче всего тронуть с места и сбросить там уже изрыли вокруг под ним то там пустоты одни и он будет один хотим мы или не хотим но видя еврея мы даже сами про себя хотя бы сказать им принадлежит правление миром но на краткое время разочарование которое постигнет их не было никогда во вселенной они тысячелетия трудились к тому чтобы завоевать власть воцарить своего машиаха и когда воцарят он поднимет восстание против них есть такое мнение даже что вдруг окажется что он не обрезанный даже и вот тогда остаток спасется смертельная рана то кому нанесена прочитай еще раз там написано смертельная рана исцелела нет откровение нанесена нанесена то она была как написано кому рана то кому нанесена исцелела то прочитайте сергей прочитай это место но я этого и на то место не знаю вот не знаю надо узнать кем нанесена вопрос почему она исцелела как она об этом уже говорили впереди только когда говорили о десяти царях которые царят будут царями правителями мира мы практически к этому уже подошли вот собирается восьмерка россии исключают иногда но когда придет антихрист будет десять и мы толкование слышали пока никому не дано гадать нам это не нужно знать неукротимое любопытство нужно просто смирить и не на не ваше дело знать времена и сроки господь говорит мы должны быть готовы в любое время предстать предвощи владыки но что мир будет в это время поделен на десять частей это абсолютно определенно а сегодня их много объединяться как объединенная арабская республика была как советский союз шестнадцать республик в одно втянул а сейчас везде все президенты президенты а там полтора миллиона как в латвии в литве тоже президент вон там шотландии отделяется там с ирландии не сладят никак баски там это испанию трясут тут наоборот начнется вот все время объединяли крупные разные заводы будет не так будет мелкое производство с крупными монополиями будет покончено где известно в протоколах они по ним точно идут вот эти метро полностью будет начинено взрывчаткой под государственные учреждения это все поднимут на воздух это они так говорят но будет ли это нам просто свободное время сегодня бог дал мы просчитали на это не надо смотреть разногласить исцелело исцелело по нашему то что как советская власть хороша да долго живет поскорее бы в мешок затарили да утопили вот пришел Михаил переводится слово Михаил никто как бог то есть сильнее бога нет мирным путем разрушил никакие дивизии СС никакие сателлиты не могли ему помочь пришел свой и не где-то во главе и нанес смертельную рану этому колосу на глиняных ногах в буквальном смысле ну и что ну мы только говорим рассуждаем а в это заложено может быть и последующие события с повторением до трех раз не один раз а три раза а кто это говорит Епифаний Славенецкий первый Рим древний Рим древний Рим Ромусы второй Рим это Новый Рим Константинополь ныне Стамбул а третий Рим Москва а четвертому не быть а теперь возвращаемся назад толкование и пал пал Вавилон великая блудница прямо толкует Андрей Кесаренко под акистой кто Рим а вот как Вавилон это Рим значит второй Вавилон Константинополь и третий Вавилон Москва что смешение всех народов посчитай что в Москве есть а то говорит это не она мы дальше когда дойдем она от нее обогатились все народы мира от Америки никто не обогатился она грабит и грабит ну маленько только глянуть и увидишь как события подошли вплотную толковать не надо но Бога прославь да он это предсказал да так ну а как же так евреи все захватили национальное богатство ну и понятно никакие обычаи не ценят это предсказано этому быть должно быть ты не можешь отменить утро вот сегодня выйдем мороз на улице трубы дымят но эти трубы дымят они могут температуру изменить но если бы на улицах разожгли всю землю засыпали углем и зажгли и все равно не изменить и откуда он холод-то идет никто не знает откуда он холод-то и ветру нету ничего крепчает мороз утром было 13 градусов а сейчас уже 27 так и здесь назначены события кверху книзу нас как на качелях качает мы только это узнаем и через это прославляем творца что нам не религию бог дал а веру в себя а вера в него дар духа святого писание дар духа святого писали божий человек и будучи движимы духом святым и поэтому разумеют те кто ходит под водительством духа святого и когда просящим хлеба разве не даст и просящим даст духа святого да я хлеба просил духа святого даст вот это очень удивительно на него внимание не обращают даже почему нужно знать толкование святых отцов оно неотразимо абсолютно дает 2-3 толкования почему места сходятся мы примерно уже видим ему 666 а что это такое считают что это буквенно не цифры не цифры совсем сегодня 666 аж умирают ой 666 ну 6 это цифра человеческая везде шестерка посмотрите на конвертах шестизначная цифра почему этому быть чтоб привыкали помаленьку не это будет главное это главное в другом заключается в нашем отношении веры в твердости в это а он земной все похолеблет исполнится заповедь данная в раю ты будешь поражать его в голову а голова его это то что он выдает себя за бога христиане предстанут и прямо скажут ты не бог вот три разговора в антихристе у Владимира Сергеевича Соловьева вот очень хорошо он это показывает во всех религиях мира будет тяга к нему но найдутся там и там и там которые не удовлетворятся теми обещаниями что он дает вот сейчас православные если бы пришли и точно знать что это антихрист не барак обама не там черчилль не путин не гитлер а именно антихрист но мы должны молиться за любую власть и сказали вот сегодня просите что вам нужно мы вам дадим это его там администрация сам он не будет являться согласно протоколов покушение нельзя сделать он только являться будет виртуально говорить заранее записанной пленки его никак не взять будет и он начнет спрашивать что сделать для вас чтобы вы меня приняли чтобы полный мир был когда скажут мир теперь и безопасность когда скажут когда никаких противников больше нет все под одним крылом война же не может быть внутри варшавского договора или внутри нато вы видите как события-то складываются и что дальше а вот дальше это самое важное что поколеблются умы людей смертельная рана будет нанесена и христианам которые сегодня тянутся к миру будет сказано вам нужен мир ну как мы миру мир да кто против мира то блаженный миротворцы я дам мир отныне ни один человек не пискнет не скажет война когда я говорю мир и все поверят в это да не будет такого изобилия но никто с голоду не умрет последний человек примет начертание какое в его имени имени титаник складывает букву получается 666 каждая буква имеет цифровое значение старинные церковные книги они не ставят страницы а листы 1 А Б Г Д 4 Р 100 С 200 Т 300 У 400 и так далее и вместе когда сложить его имя там Лампетис показывает что а в скобках неправедный то есть он Агнец неправедный 666 складывая буквы на рона добавляли впереди слово кесарь два слова 666 со мной в камере один сидел преподаватель истории группы космонавтов Лозин Анатолий Максимович математик и когда я ему сказал он говорит а какие имена там в тюрьме то нету ну я ему сказал родословное Христа по Матфею родословное Христа по Евангелию от Луки ну и так мы сидели кое-что знали стали имена говорит Иван Василий Петр я больше знаю потому что церковные имена и он все это записал вот так вот лежит на нижней кровати шконки а к верхней прилепил бумагу не пишет ничего и в уме вот так вот сидит и говорит а можно два имя вместе я говорю можно Бен Давид это так есть у них это есть там вместе он начинает и он в течение кажется ну не дня три он считал три нашел имени в сложении дают 666 я ему дал что означает каждая буква алфавита луч 400 там там 500 все назвал ему и он в уме подсчитал и нашел три три сочленения вот и все а может быть действительно наткнулся может быть но у нас не было туримо и умимо мы не могли увидеть никуда лучи света пошли это только для знания для меня сейчас самое главное живу ли я во Христе слышу ли я повеление Божие имею ли страх Божий вот у нас сегодня отмечали 20-летие в доме в котором находимся сегодня ночью я постараюсь закачать и завтра утром может быть к утру поставлю собрание наше как было вы там найдете это и вы увидите что делает Дух Божий самому человеку это нельзя так сочленить это невозможно составить биографию Солженица но можно там одного другого третьего как Ленина биографию можно сляпать и десятки таких но как Солженица нельзя никому а почему ну просто попробуй посмотри как он был ты сейчас не можешь быть в захвате мировой войны уже быть капитаном батареи против правителя главного тирана сказать слово нет ты можешь себе гулаг назначить сидеть нет ты можешь сделать так чтобы написать что Нобелевскую премию дали ну нет конечно ну даже дадут тебя выслать должны далее кого выслали Иосиф Бродский там все никто не возвратился их нету Даниилуис там эти он возвращается победитель идет по стране встречается со всеми снова на него гонение как будто никого не видят и вдруг архипелаг гулаг сегодня ну это жена Наталья там ходила к Путину его вводят в курс школьный в самых тревожных снах нельзя было это даже предвидеть меня сажали за этот архипелаг гулаг и располагал а вот пришло время открылись ворота мы открыто должны говорить что мы про христиан говорится что будут побеждены у нас нет лозунга православие или смерть это глупость как раз надо написать православие и смерть тем более в таком искаженном виде оно никому не нужно ну надо серьезно смотреть на вещи то Сережа я затянул время но вы спросили я гляжу иногда вы где-то ходите но рядом это не ваша вина то вы просто не попали в нужное русло вовремя мы этого не боимся мусульманам говоришь они они бьются за это режут там ИГИЛ молодежь умирает подрывают себя это никакой роли не играет они примут антихриста и прямо соловьев говорит антихрист сказал что вам надо чтобы вы покорили чтобы был мир ну православные что могут сказать ну чтобы нам каноны там соблюдать чтобы мощи были не трогали храмы были как у нас 200 храмов на москву еще что он все запишет только ничего сверху не надо вот сядьте сидите там в синоде там эти пусть дедушки в клобучках сидят думают я вам выполню все и тогда встанет кто-то как говорит Андрей как апостол он так к нему говорит и скажет признай что иисус что иисус был сын божий спаситель мира прочитай не кео цареградский символ веры а вот этого я сделать не могу и выявится тогда где они рога у него растут это же будет с католиками а что им нужно единая власть монолитная папская он все им даст все пожалуйста папа у вас будет такой же бритый все как надо но найдутся и там говорит последователи петра которые скажут и скажут так ты признай главой над собой Христа и мы пойдем за тобою а вот этого сделать не могу и вот эти люди ну а третье он относит как бы протестантам Павел Пауль там придет и тоже что им надо чтобы свободно проповедовать можно было ходить писать журналы в радио выступать все дам я вам и найдутся люди которые скажут будешь ли ты благосклонен к тем которые прямо говорят что нет другого имя и под небом данного человеком которым надлежало бы нам спасить не буду это мое имя и выявится вот и все это пока русский идеалист философ рассуждает так но очень очень близко это по жизни видно где поэтому проходя откровение вы откройте уши каждый смиренно прими то что истолковали святые отцы притом они не утверждают а только предположительно полагают азмню это означает по русски я думаю азмню вот так то так понимают другой так третий так святые отцы здесь очень сильно разнились и ни у чего не утверждали они находили место писания я говорю на маленьком примере увидел я конь бледный было конь там белый вороной что значит белый бледная смерть а белый а белая это белая деникин колчак юденич вот и все толковали белые показывать непорочность имея толковать так что белые это на них восседает христос как на них восседают ну как песни песни это возлюбленный я уподобил кобылицы моей в колеснице церковь называется кобылицей что ты удивляешься то церковь сравнение дает не просто как а стремительно рушит наше представление а другие говорят он как ангел будет принимать вид ангела света наоборот понимают что это сам сатана противоположно ничего сама библия говорит левы из колена иудина лев спаситель наш спаситель христос лев а лев прыкающий ищет кого поглотить сатана одним именем лев называется то и другое и спорить абсолютно не надо то и другое правильно это не слабость толкования а именно широта на обозрение отошел спасти христос аллилуйя сейчас сейчас прошел сейчас прошел говорят сейчас прошел а можно мне спросить вы говорили что андрей кисарийский называет вавилон римом да да римом славянские буквы написано эпифаний славенецкий ну и бог с ним вот послушайте что говорит андрей кисарийский 14 глава 8 стих и другой ангел следовал за ним говоря пал пал вавилон город великий потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы вавилоном толкование вавилоном по значению этого имени называется смешение этого мира и житейские смуты о нем говорится что скоро падет или перестанет быть вино ярости любодеяний помрачение ума и от идола поклонства или опьянение грехом за который бог по слову псалмопенца истребит всякого любодеющего от него псалом 72 27 окончательно даже будет от вавилон с явлением горнего и ярусалима с осуждением беззаконников на мучения это толкование андрея кисарийского никакого нет никакого нет что рим вавилон равно это сказочки чьи сказки так вы спросили Сергей я ответил и когда начинаете глубже углубляться мы должны увидеть что сидит на горах где как подходит вы нас скажите какой рим когда обогащал народы купцы посыпят головы мы дойдем до этой главы никто не обогащал кроме москвы самая богатая страна и самые бедные люди самые богатые земные сокровища все расхищается этот пункт нельзя применить никому далее на семи горах на семи горах да и мы ничем не обогащали ты наполовину предложение прерываешь это нехорошо мы тоже ничем не обогащали а Америка она деньги дала деньги всем ничего не производя просто нолики и все обогатились вот где действительно Вавилон то и разврат при чем тут Москва так Сергей если хочешь точно уже знать надо посмотреть его какие признаки нет я посмотрел конкретно Игнать Ильич конкретно я посмотрел вы сослались на Андрея Кисарийского я вам прочитал Андрей Кисарийский не называет Вавилон Римом не называет я еще раз говорю что другого нет прямо называет и теперь что не один Рим а три Рима я сказал Епифания Славенецкий и Москва претендует на Третий Рим сегодня везде в интернете Москва Третий Рим а он не называет да он жил более ранний период он и не называет дальше проясняется Василий Великий допустим я себя папа римским или китайским императором назову что я таким буду являться Рим есть Рим и он еще живой и там еще папа сидит вы спросили я вам ответил спорит тот кто ничего не знает а то фразу нужно запомнить себе вы скажите что город этот на семи холмах на семи горах нету никакой Москва все признаки да вот я скажу загадаю вам сейчас загадку вы ее разгадайте какой зверь есть такой который никогда не приручается не приручается как утконосов в неволе никто не может держать вот загадка когда задается то мы все данные должны а что у него а так то и так то а далее вот так то кто это и когда все условия знаешь ты скажешь знающий знаток заулок он скажет это черная пантера нельзя применить ни к барсу никому так и здесь на семи холмах вино любодеяния это второй интернационал учение разврата третье обогащение всего мира от них и последнее время и будет называться Вабилоном условия эти ни к никакому городу одновременно все признаки нельзя приложить тут и толковать не надо мы уже в полную подошли к этому это только Москва все против нее все рядом потому что тройная крыша ракетам взлететь даже не дают тройная защита сегодня уже вплотную к границам что нам тут еще рассказывают то ничего не чувствуем недавно этот отчет был там генерал армии Родионов с этим с Левашовым они об этом пишут напротив одной дивизии сто развернутых только китайских дивизий да у нас дружба с ними в один день еще не будет это обман и сегодня прямо разыгрываются как они могут захватить без всяких атомных бомб ну мы реально подошли вплотную и говорим а он не так даже бы никто не говорил уже сегодня понятно без толкователей четвертого века а что Москва третий Рим это никто никогда не отрицал весь эфир наполнен этим сегодня общество есть которое об этом говорят которое ждут воцарения настоящего царя спасителя так и называют а кто он такой будет тут Осипову надо уже дать место он прямо говорит если принять антихриста первое кто примет православные христиане они уже готовы к этому мы не можем все так одним махом отмести но там написано четко его признаки вот и все я не настаиваю на этом ну попросили я поделился спасибо 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 я же спорить я один раз сказал возвестил я уже свободен я верю я верю вам спасибо я согласна с вами да да еще вопрос вот вот сионские мудрецы я забыла как называется это и вот там я читала книжку что говорит они как один примут его эти мусульмане так что за вопрос Сережа как-то для меня непонятен он ну вот как там записки эти сионские мудрецов есть как-то да книжка как ты забыл как она правильно близости при дверях что ли и там вот написано что они как один его да примут мусульмане то вот этого антихриста нас это не столь интересует картина в общем то ясно мы полотною подошли события в Риме все вокруг теперь будут в Иерусалиме и вокруг фитиль уже зажжен если уже жареным по всему миру несет а мы не понимаем а христиане начинаем что-то суемудрствовать то ничего в нас и нет тогда дух святой уже нас покинул четко определенно и ясно сказано он придет к власти и никакие миллионы а территория которая против Иерусалима идет Израиля в пятьсот раз больше и они ничего не сделают шестидневная война вы назовите такие войны которые бы территорию расширили в восемь раз больше своей шесть дней а воевали против них то и сейчас не знаете там в триста пятьдесят что ли раз больше население в тех странах наголу разбили советские танки горели как спички я вел занятия в политехническом когда сказал ой это не может быть а тогда встал один преподаватель только с Иерусалима вернулся может быть а вот она война и как евреи то у нас на работе везде они поздравляли друг друга и есть чем поздравлять а то привыкли дурю маясь евреи они нигде не были они только сидели в штабах в штабах сидели посмотри сколько евреев в армии гитлера было генералов я не беру простых но они полукровки были они кровью свою защищали отечество еще первом мировой евреи их гитлер не трогал такие же были у Сталина есть евреи есть жиды а есть Каганович еще вопросы давайте еще почитаем Откровение 13.15 И дано ему было вложить дух в образ зверя чтобы образ зверя и говорил и действовал так чтобы убиваем был всякий кто не будет поклоняться образу зверя толкование как в христианстве есть икона почитания есть икона спасителя божьей матери святых так будет создана икона антихриста и учреждено поклонение ей здесь мы явно видим что общество антихриста будет не безрелигиозным а с новой религии с явным пультом сатаны уже пророк добьется не только почитания антихриста но даже его иконы честь воздаваемая образом переходит к первому образу так и поклонение иконе антихриста будет особой формой поклонения антихристу собственно это будет финалом идолопоклонства прежде приносившие жертву идолам приносили их фактически бесам 1 коринфянам 10.20 здесь же поклонение будет оказано не идолу а непосредственно иконе антихриста посланника сатаны история повествует нам что человеческий разум может доходить до такого безумия как оказание божеской почести человеку есть примеры римских императоров каллигулы Нарона, Дамициана, Деки уже пророк не только добьется от людей поклонения иконе антихриста но и дано ему было вложить дух в образ зверя о всех действиях уже пророка сказано дано ему было то есть все это он совершает не собственной силой но по попущению Божию он делает все силой сатаны мы видим что ему будет дано даже оживотворить икону антихриста речь статуи была для язычников явным знамением присутствия в ней божества и возбуждала перед собой трепет и поклонения есть повествование что волшебством бедцы говорили посредством изображений статуи, деревьев, вод даже бывало и через мертвые тела Симон Волк показал римлянам как восстают мертвые через тех коих он воскресил сам при этом присутствовал апостол Петр и обличил его обман именно так пожалуй следует себе представлять и говорящую икону антихриста а не какое-нибудь изображение техники вроде телевидения и подобного ему образ зверя в который лжепророк вложит бесовский дух говорил хульная на бога когда люди увидят эту говорящую икону то в суеверном страхе поклонятся ей к тому же образ зверя не только говорил но и действовал так чтобы убиваем был всякий кто не будет поклоняться образу зверя каким образом будет совершаться это действие иконы нам сегодня трудно представить ясно только какой ужас это произведет среди людей их поклонение будет уже не из почитания и любви а из-за панического страха таким образом будут уничтожены все религии политические партии и общества не признающие антихриста кто не подчинится ему добровольно он будет к этому принужден если же его или же его уничтожат так антихрист уничтожит всех своих противников и соделывается всемирным владыкой и богом века сего Господь говорил увидите мерзость запустения реченную через порока Даниила стоящую на святом месте 2 24 15 в высшей мере это исполнится при антихристе когда он сам сядет в Иерусалимском храме а его говорящая и убивающая икона будет установлена во всех церквах об этом Иоанн Златоуст пишет что антихрист сядет в храме Божием не только во Иерусалиме но и в церквах или не только в Иерусалиме но и в церквах Божьих пост оттолкования означало 235 Вопросы вот выше мы говорили о том что печать антихриста человек будет принимать добровольно без насилия А здесь говорится что человек будет запуган то есть воля его будет подавлена или то что воля его подавлена не будет являться оправданием все равно же она добровольно он будет поднимать у него был выбор либо умереть либо принять он испугался значит он значит он значит он принял это начертание образ по доброй по доброй по доброй некоторые только у него выбора не было выбор всегда есть принять или умереть или умереть это и есть добровольный выбор каждого христианина быть мучеником за Христа и эти мученики были на протяжении всей истории церкви и они прославлены и мы молимся и в последние времена пришествия антихриста такая возможность будет практически у каждого христианина дожившего до последних времен пытание будет конечно страшно и дай господи силы не убояться страха дьявольского более не страха божия стоять но однако надо понимать некоторые говорят а вот мне насильно там лазером проведут там по лбу и все вроде как обманут вот когда обманут обманным путем это как раз вот есть такая еще Евгения Онегина а я обманываться раз если меня обманули мне печать поставили а я то а я то ну и раз зато я могу продавать попали дети сыты накормлены ну и вот он сам себя оправдан но мне же насильно поставили мне же насильно дали меня же запугали поэтому уже сегодня при жизни читая толкование и нужно понимать истинный смысл слова добровольного принятия печати антипит есть еще мы впереди говорили о примут эту печать те кто не записаны в книгу жизни то есть не крещённые люди а у крещённых людей будет какая-то вероятность что они не примут то есть и крещённые люди записаны в книге жизни это не окончательно они могут быть сглажены и многие потерпели кораблекрушение в вере как мы их читаем а раз потерпел кораблекрушение в вере значит он легко может податься ложному учению ложной религии антихриста и поклоняться то есть в последние времена будет вот конкретный и господь и говорил я не мир принесло принести но меч разделение разделю отца с дочерью там невест и кровью так же и антихрист будет разделять либо ты мне поклоняешься либо будешь убить и только истинный христианин то есть добровольно будет принимать мученическую смерть славословием Иисуса Христа вот никто ни один христианин ни один там мусульманин Будда там Кришна он не будет умирать ну зачем ради чего он не верит в Иисуса Христа не верит в воскресенье и Дмитрии он верит в мир и безопасность в рай на земле верит как коммунисты верили в рай однако все рухнуло у нас на печке ребятишек так вот ну как мне кажется во времена антихристика там уже не будет возрождение коммунизма там будет именно ну это уже проходили мы атеизм будет именно поклонение сатане сатанинские вот эти вот капища идольские прям будут жертвы приносить там может быть людей будут жертвы приносить такая мерзость будет страшная и в храме Божьем сядет он как Бог выдавающий за Бог вот что самое поразительное так вопросы пожалуйста у нас осталось немного времени Игната Сергея Оглидар у меня такой вопрос написано в Матфея 24 15 и только что мы читали в толковании такие слова увидите мерзость запустения речено через пророка Данила стоящие на святом месте вот для меня мерзость запустения это когда в нашем Божьем храме святое место людей нету а тут написано мерзость должна стоять на святом месте и почему тогда мерзость запустения это должно быть что-то такое материальное вот допустим икона этого антихриста ну понятно что если мерзость запустения это икона антихриста и она стоит на святом месте то это нехорошо или признак гибели мира вот как-то мне не увязывается логическое понятие мерзость запустение и она должна стоять на святом месте как она может стоять на святом месте мерзость запустения что это такое мерзость запустения отошел ну давайте процитирую Пророк Даниила, 9.27. И утвердит завет для многих, одна седмина, в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость, запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Ну и вот еще в 11 главе, также Пророка Даниила, 31, сказано так. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище, могущество, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Можно я чуть-чуть скажу? Да. Мерзость запустения, это что значит запустение? Запущено. Отсутствие Бога. На этом месте отсутствие Бога, отсутствие Духа Святаго. То есть прекращается приношение жертвы, значит Бога на этом месте уже нет, не приносится. Вот это и называется мерзость запущения. Запущен, то есть запущен, нет там Бога, нет там святыни. Вот в чем дело. Это и называется мерзость запущения. Так и в храмах наших будет, перестанет приноситься настоящая жертва, перестанет, потому что там не будет людей. Там может быть будут тысячи людей приходить, а может и даже сделается так, что миллионы будут приходить. Не обязательно это храм, а там даже стадион какой-то. Но там не будет Бога. Там будет все запущено. Там только мерзость может быть. Как вот жертвенник был осквернен, там жертвы перестали приноситься. Так и в храмах будет мерзость запущения. Спасибо. Значит, слово запущение тут имеет еще другой смысл. Мерзость запущения – это значит отсутствие Бога. Господь запустил. Все, он там не присутствует. Это запущено. Мерзость запущения – это пущено на самотек. На самотек бесам. А бесы творят, ну что там могут они творить? Вот есть мерзость запущения, где отсутствие Бога. Понятно. А то я прямо понимал, пустота на святом месте. Нет, нет, нет. Спасибо, Христос. Можно я еще дополню? Значит, ну я так понимаю, вот допустим, как в 4-м уделе, значит, при Святой Богородице в Дивеево, да, вот в храмах, вот там, где лежит уже Серафим Царовский, нет причащения. То есть там людей уже не причащают. Вот это уже мерзость запущения, я так понимаю. На святом месте, то есть там, вот этот храм, я конкретно говорю пример. Я так понимаю, что вот там уже нет благодати. Игнатий Дихонович, я так понимаю или нет? Нет, не так. Объясните, пожалуйста. Сергей сейчас говорил, отвлеченное понятие. Вот как сказать, скорость, компрессия. Это написано, сядет человек в одиннадцатом числе греха. Не как понимают адвентисты седьмого дня папство. Они считают, с каком папу там, когда Наполеон отнял власть с этого времени, смертельная рана папству, то подогнать можно. Тут говорится, человек греха сын, не сыновья сын. Тут уже никуда нам нельзя толковать. А зачем? А то, что там мерзость не приносится жертва? Да, не приносится. Вы про это говорите. Вы говорите про истекающие от него. О чем и Сергей сказал, и сказал правильно. Там ничего нет. Но первое, более всего, чего они боялись, не сделай никакого изображения. А вот когда Антиох захватил, вот читаем книги Маковейской. Вот это, говорит, мерзость запустения. Во святая святых внесли статую императора. И для евреев большего поношения придумать нельзя. Просто нельзя. Ну вот просто сказать. Молодые люди вступают в ряды террористов, шахиды делаются. Ну как их? Из дома бежит, и ничего нельзя сделать. И убивают они, ну как вот грибы, на одном месте. И, наконец, человек нашелся и говорит, а чего они боятся? Да они ничего не боятся. Для них умереть это радость. Нет, ну а все-таки? Ну один говорит, ну они себя берегут, чтобы не оскверниться, свинины не было. А они, нас, христиан, называют свиноеды. Понимаете, это нельзя упустить-то, свиноеды. Значит, свиньи они боятся. Ну как боятся-то? Они не едят. Я это видел как. В армии у нас было, дадут ему шматок сала, а он на рукав положит. Нельзя не брать. Ну положили. Он отойдет, вот так стряхнет, а русские из снега хватают у сала. Там с чесноком оно, как Задорнов говорил, пальчики оближешь свинину-то. Мерзость запустения. Это императорская статуя, которую занесли. Это одно толкование. Теперь, что вы сказали так, но в конце будет полное исполнение в одном человеке. И имя ему выявится, когда он придет. Но мы уже вплотную подошли. Будет еврей из данного колена, их 12 колен. Определенно. И он будет царствовать 7 лет. Но 3,5 года подготовительный период, а 3,5 последний над всем миром. И тогда опасности нет. И слово говорит, и когда скажут все, мир и безопасность, внезапно придет пагуба. Как женщину посягают родами. Вы что, то ли не считали никогда это. В идее его не при... Да мы не знаем, почему они там не прищищают, другие храмы прищищают. А я думаю, благодати нет. Как сейчас. Патриарх Кирилл безблагодатный. Он лже-патриарх. Побойтесь Бога. Откуда вы это еще знаете? Он первосвященник, и ты так его поносишь. Ты уже закон нарушил. Ты о нем молишься. Ты призываешь. Мы в храмы о нем молимся, когда их архиерея у нас служит. Но мы все время в домашнем молитве упоминаем утром и все время. А то он безблагодатный так. Мы молимся за Корнилия Старообрященского, за Папу Римского, за того, который ушел в Венедикт. Ты молись и благодари Бога. Не зарывайся куда не надо. Сиди спокойно. А я бы им показал. Как Андрей Кураев говорит, если антихрист будет, я подойду и скажу. Рад познакомиться. Ну, ради шутки. Ну, он так понимает. Нельзя так рассуждать. Нужно подойти очень и очень серьезно. Духовное понимание ваше абсолютно правильное. Но здесь говорится о другом. И если в Диевеево не причащают, ну, рядом другие храмы причащают. Мы реально Христа знаем только в причастии. Я сегодня как раз причастник. Сегодня. Это чувство передать никак нельзя тому, кто этого не знает или просто по привычке приходит. А когда ты готовишься, ты живешь, страшишься в этом, это особая сила дается. Прощение грехов причастия нигде не написано. Прощение дается, да разрешишься от грехов. Ты уже разрешенный. Теперь освобожденный должен получить жизнь. Кто не будет причащаться, написано, есть поти сына членовского, не будет иметь в себе жизни. В жизни нет. Он мертвый, дохлый, как трухлявый пень. Он везде куда-то тянет, там будет спорить. Здесь тебе дух Божий покажет. Тут спорить нельзя, там пропащее дело. В этом не надо. Искажи и отойди. Потому что ты освободился. А может быть иеретик спрашивает. После первого, второго разумения отвращайся. Он сам осужден. Сам себе вынес клятву. То есть вассал против всего. Я говорю там о сектантах, конечно, чтобы никто не подумал, что я говорю. Но это так близко к нам. А почему я должен так понимать? А я так понимаю. Я вот рассказал, сказал, опираюсь, это сказал тот-то. Это сказал Апифанин. Мы сейчас дойдем до 17-18 главы, и там все это сказано. Но я не опережаю события, а говорю там определенно. И все. Я сказал один раз, а дальше ты хоть считай, что у тебя там Донецк, или что там главный город, какой-нибудь Дзержинск, там Углидар назови. На семи холмах обогачаются все купцы мира. Мерзкое учение в вина какое-то будет. Ну все, что должно сойтись, и ты увидишь, это нельзя применить никому, кроме города Москва. И все ненавидимы всеми народом. И сгорит в один час. Почему? Ракеты со всех сторон. Она окружена. И одновременно на Москву падает сегодня, уже подсчитывают, 3000 ракет. Никаких защитных средств нету. Это до времени. А что, сейчас там хороводятся они. Бог положил на сердце. Написано, Бог положил на сердце. Все, в один день они согласятся против. Соединиться с Московской патриархией зарубежной никак не хотели. Там наш Евтихий писал против. Ну как против, ну правильно говорил-то. Что говорил Виктор Потапов. Молчанием предается Бог. Брошюра вышла. Я эти брошюры 500 штук распространил, здесь привез. И вдруг в одну ночь переменили. В одну ночь. Они поняли, что все правильно они сделали. Я не могу судить. Я знаю лично. Я у него в Вашингтоне жил. И скажу, прекрасный человек. Он один, кто вещал в религиозной передаче через Голос Америки. Мне там дали один раз выступить. Голос Америки. Вот. И я могу сказать, люди эти хорошие, но они очень умные. И они сразу решили. Завтра вопрос решается. Если нет, я буду на задворках, а я на стройку не пойду. С голоду побирать себе придется. Может, ты это сыграл. Я не знаю, но говорю. Это тоже большую роль играет. И утром встали. Их соратники удивились. За что с вами было? Ничего. Мы просто поняли. То есть они поняли. Почва полностью ускользнула. Когда был момент, можно было примириться и сделать по-другому. Они упустили этот момент. Упустили безнадежно. Сколько приходов было открыто. У одного только Валентина, Русанцу, архипет, митрополит у них был. Больше ста приходов было. И за рубежом, и здесь. В один день куда-что делалось. Ну, они там так и остались по-своему. Ну, глянь на обстановку-то. И они изменили. А ваши... Их тихие. Теперь же правили. Домодедовские. И мы ничего не меняли. Так и остались. Он нас перевел в Домодедовские. Пять лет, которые положены для объединения, мы не вошли. Мы остались две общины на всю Россию. А тут у меня устаревшие данные. Пять лет назад было 13 юрисдикций православных зарубежных. Осколки одни. Мы никуда не пошли. Почему? В каждой требуют отречения от того, что Московская патриархия благодатная. С этим мнением они никого не примут. Потому что нас нигде не примут. А здесь нас долбят за то, что мы говорим, нарушаются каноны. Вот вчера заходит, а вы укажите, где нарушаются. Я говорю, я тебе дам сейчас конечный ответ, как ученикам по математике. 989 правил. В книге правил было. Это декретария истиниана. Запиши. Это Осипов не знает. Это не знает. Я беру по самым древним намоканонам. Сегодня действительных, которые действуют, работают, неотмененные. Ну, потому что у них в Кордуве было епископ. Он умер, это правило отошло. Потому что на него на одного было. Сегодня 719. Это 7 поместных соборов. Это вселенских, 9 поместных и 13 святых отцов. Василий Великий, Григорий Низкий, там, Афилохий. Вот все. Это 719. 413 нарушается. Но я ему говорю, ты сам найди, читай правила, смотри. Я не ручаюсь за это. Я говорю то, что я вижу и нашел. Но я не в алтаре. Как дьякон Андрей, это Сергей Бурдин и говорит. Игнатий стоит у дверей. А я внутри. Я подскажу, еще 5 правил нарушаются. Которые, ну, там, Дмитрия Солунского, там, мало ли что еще где. Я не священник. Я не архиерей. Я и не знаю, как это там, какие нарушения. Но нарушения там есть, мне подсказывают. И поэтому то, что 413, их может быть 450. Я не знаю. Но когда я сказал, что есть на каждый собор, где какие правила нарушаются, меня прям сразу вот так схватили. Немедленно дайте этот материал. Мы сейчас опубликуем. Схватились одновременно за меня зарубежная церковь и патриархия. Немедленно. Ваш материал занесем в 9 том, кажется, настольной книге священнослужителя. Я материал послал. Продержали и вернули. Почему? Книга была не готова. Там обрезка прошла, кое-где отрывается. Это там, кто он был, кажется, Ивумен или Архимандрит Иннокентий, кажется, Просвирин. Ему этот материал попал. А опровергать его никак нельзя. Я определенно скажу. Ты знаешь, что торговля запрещена. Да, нарушения, нарушения торгуют. Ты знаешь, что священники до 30 лет извержены. Извержены. Повтори, извержены. Его никто не отменял. 6-й Вселенский собор, 14-15 правила. Оно нарушается практически почти на 100%. Правило это подтверждается два раза в Стоглавом соборе. Стоглавый собор. Это за основу взят у старобрядцев. И Никон, и Аввакум в 21-23 года рукоположены. Они правила знали наизусть. Понимаете как? Но чтобы в епископы ставить до истечения 30 лет вообще нету. А Кирилл, вот этот Гундяев, он до 30 лет епископом стал. Значит, человек очень нужный, важный. Но вопрос для кого? О, вот выступает, я говорю, там какой-то замминистра, где он с ними встречался. Ой, говорит, он так и на лыжах катается. Он горные лыжи любит. Но он прекрасный человек, Кирилл, говорит. А его спрашивают, ну а боги-то вы беседовали? А боги? Никогда. Вот и весь ответ. Нет. Ну возьми поэзию. Я люблю Твардовского, Александра Трифановича. Целая книжка. Я листаю, листаю, читаю. Ну, поэт, настоящий поэт. Ну, ни на шаг к Богу не приближается. Вот у меня сейчас я поместил на нашем ютубе, на канале, четыре книги последних стихов по 800 страниц. Посмотрите, они есть здесь. В каждом стихотворении называю проповедь в стихах. Призыв ко Христу, к покаянию, к событиям мира. Его прочитаю, нет. А у меня не поэт, там, они корявые такие. Я буквально пинками загоняю эту рифму. Но я их написал 3467 и ни одной поправки. Я просто пишу из чистого листа. Смотрю сегодня, я их не могу признать. И сегодня утром поставил последнюю книгу. Просто зайди, и ты увидишь. Проповедь в стихах. А они могли написать это? Нет, не могли. Натсон, мой самый любимый, вот он мог написать. Семен Яковлевич Натсон. Он жил, вот Лермонтов, 27 лет. Пушкин, 37, а этот 24 года жил. Туберкулес его. И вот у него действительно ощущение близости Божьей. И как он говорил. Его молодежь буквально от руки переписывала. Но сегодня и в духе пророческом тоже можно найти. А кого вы считаете? Настоящий поэт Евтушенко. Я знаю, эти поэтов-то. Но о Боге-то он не говорит. Он говорит, где-то есть душа, хорошая душа. Ну а дальше-то что? Прямо сказать, что Христос умер за нас. Другого Спасителя нету. Нигде не говорят, что у Высоцкого плохие стихи. Как он поет? У того все, и голо, все греховное. Но, однако, я сегодня утром прослушал, мне подкинули. У себя в Ютубе зарядите. Вот такое. Паланеса Гинского. И рядом слово Домбра поставьте. Домбра. Это такая, как балалайка, длинная, две струны натянуты. Казах играет. Но он учитель. Он играет. С самыми тонкими чувствами, где... И он это все передает. На двух струнах. Невероятно. Я утром только три раза подряд прослушал. Ну там где-то подыгрывает. Там маленько барабан слышно там или что-то такое. Но тут отдельно показано еще, когда он один. Две струны. Вот и все. А у тебя Библия, и ты ничего с нее не берешь. У нас 300 томов, фолиантов, патрологии мини. Толкования все есть. И ничего не знают православные. На двух струнах. Палка и две струны. Над ним смеялись, когда сказали там на международном конкурсе. Русские седы, это казахи. Это такие щурки. Палка и две струны. Вот он заиграл. До половины доиграл. Весь зал встал. Все экзаменаторы были покорены. Высшая награда. Палка и две струны. Как мы перед Богом будем отвечать? Перед такими людьми тебе тоже дам талант. Ты шлифуй его днем и ночью. Смирение. Смирение. Главное качество отшлифуй. Крото. Чуть только задел, сразу уже понесло в разнос. Ничего не стоит человека обидеть, оттолкнуть. И не прав я. А тебе только слово сказали уже на бок. А он меня оскорбил. Ну и что? Оскорбил ты? Ничего не сделаешь. Мы умерли для мира, и мир для нас умер. Ты рассуждай так. Если здесь мирское, а то миряне. Это слово истребить надо. Миряне это мирские. Мы христиане. Немиряне. Вы понимаете, мы... Вот я сам считаю негодные, поганые слова, это окормлять. Как окормлять? Ты открой слова. Написано, что отравлять, перекармливать. Воцерковлять. Нет такого слова. Есть рождение свыше. Конфессия, динаминация. Это слово ересь. Ну ты думай маленько-то. Которые конфессии какой-то, какой ереси. Я их начал говорить, они все засохли сразу. Вы что слова-то прикрываетесь? Григорий Низский, брат Василия Великого, категорически запрещает подменять слова. Слово имеет силу воплощаться. Ты сказал, нечаянно обронил слово, оно дало роски. Дало роски в детях. В близких наших. Да я не подумал, сказал, вот за это отвечать будешь, что не подумал. Надо думать. А я не скажу не отвечать, а скажу сто раз придется покаяться. Я вот сейчас, вот сколько нас, 15 человек. Я никого не хочу сейчас так, хочу всех слышать. Но одного человека особенно, догадайтесь, кого? Чтоб он голос подал. Успокоил мою душу. Он надо мной имеет огромную власть, этот человек. Сергей Порезов. Сергей Козлов, конечно. Любимец наш, он член нашей общины. Ему так много Бог дал, отнял намного меньше, чем дал. Сергей, хоть пару слов нам скажи. Приветствую, мир всем. Спасибо. С миром принимаем. С миром принимаем. Благословите, это радость наша. Я снова на коне, Игнат Тихович. Болезнь немного отступила. Это называется «Страж моей души». Понимаете, сейчас расскажу, ну как свидетельство тоже надо рассказать. Чудо такое было от Господа. У меня впервые такое. Я во всех соцсетях выставил картинку, вот там где я себе нарисовал с раком, да. Рак такой, и я лежу, вот, раздетый. Я просто сделал эту картинку для того, чтобы засвидетельствовать людям. То есть люди спрашивают, где-то на три месяца пропал на четыре, почему нету. А у меня руки уже настолько истончились, что Костя одни, Костя и жилы. А я писать не могу. Я решил, думаю, сделаю. Картинку выставили во всех соцсетях. И пусть люди знают, чтобы мне не отвечать каждому. Я ее выставил в ВКонтакте, в Фейсбуке. У меня мало там людей. Как пошло десятки в день людей. И, в общем, за четыре дня около, ну, несколько сотен человек. Я уже не считаю вас и общего, и всех, всех-всех-всех. Я не знаю, человек 300, наверное. Как будто их собрал кто-то, понимаете. И они молитвы. Я уж хотел выйти кричать. Люди, остановитесь, не молитесь. Понимаете? И тут через два дня все легче стало. Храни тебя Господь, Сергей. А во Христу. Храни вас Господь, Сергей. Так что он будет трудиться. Во славу Богу. Да будет так. Сил, конечно, нет. Я летом четыре месяца, три-четыре месяца пролежал. Вообще говорить не мог совершенно. Во мне было килограмм шестьдесят, наверное. А еще сбросил килограмм пятнадцать. Ну, то есть, скелет такой вообще. Есть ничего, не могу. Съем оно все назад. А я как раз начал смотреть осенью. И это, как ее зовут из общины. Настя, Настя, да? Настя тоже там желудком. Пенотикч. Да. Настя ее зовут, да? Настя, Настя, ей желудок вырезали там все. Ну вот, а у меня те же симптомы. У меня пищевод, в общем, глотать не могу ничего. А я думаю, я никому не пойду. Никаких врачей, никого не буду звать, ничего вообще. Не обследоваться никуда. И все. И вот Господь как делает. Полагаешься на него. Еще людей, сколь меня вообще не ожидал. Такого я даже и предполагать не мог. Но я думаю, выставили, чтобы предупредить-то всех. Потому что говорить не мог. Вот видите, для нас дополнили радость сегодняшнего дня. Я постараюсь к утру выставить наше собрание. Посмотрите, как проходило. 20 лет, как получили мы этот дом. Все чудо. Притом составить никто не мог. Там блат какой-то кому-то дать, взятку. Это нельзя так сочленить. Даже бывает, иногда нам помогали люди, которые сегодня сами в беде находятся. Инсульт у него. И все равно его привели к нам. И он здесь стоял, только хоть головой накивал. Я документы представил все, как это развивалось событие. И одно к одному Господь говорил. Даже простое, вот маленькое. Мы не знали, как общину-то назвать. Но в лагере мы поднимали каждый год, ну, у нас в степи лагерь-то детский-то, поднимали высокий шест крестом. И назвали крестовозвиженское. В день крестовозвижения. Теперь мы ради этого назначили общину, крестовозвиженское-то. Вот я говорю, в моей жизни не встретился человек по имени Игнатий. Мне не встретился. Я никого ни разу не назвал в жизни Игнатий за 78 лет. Но Игнатий Тихонович, вот как я, тут вообще нельзя. И вдруг архивы. Оказывается, здесь была старообрядческая община, а мы и старообрядцы. И его арестовали настоятель Игнатий Тихонович. И где? Где сейчас? У нас там планетарий. А мы за него бились, ничего не знали. И назвать хотели так. И у него крестовозвиженское, и у нас. Он Игнатий Тихонович, и я. Как будто вот передал кто-то эстафету. Это даже нарочно нельзя сделать. Ни в каком городе этого никто так... Ну, кто покажет это? А они взяты были и расстреляли. Белокринецкого согласия. Так я только одно событие говорю. Мы сегодня маленько так просмотрели все это чудо. Ну, батюшка привел пример. Иосифа взяли в рабство. Продали его. В чужую страну. Языка не знает. А оклеветаны в тюрьме. А это Бог подготавливает. Подготавливает к тому, чтобы своим родственникам теперь помочь. Те, которые так поступили с ним. И он разгадывает сон. Наконец хлеб накапливает. Все страны со всех сторон знают. Египет полон хлебом. И кто? Премьер-министром стал. Его печать право он отдал. Я говорю, только престолом. Не печать, а престолом выше. Его был. Вот как Бог делает. И так меня бы не посадили. Я бы не прошел это. А я тут принес газеты, которые раньше были. И в одной газете напечатано, что в Краевом суде будет суд беспримерный по иску. Они мне должны были 11 миллиардов. Миллиардов. Самая крупная в мире понатеха. Там я вложил всю жизнь. Но заплатили. 11 лет шел в суд. Я его выиграл. Но дальше он говорит. Но вот, говорит, суд первый был. И Лапкин сказал. Вам платить нечем. Я отказываюсь. Но взамен дайте мне одну справку. На бланке КПСС Алтайского края. И напишите. Мы, человека, ненавистническая партия, обманом пришедшая к власти, 70 лет уничтожали свой народ. И поставьте печать. Все, я уйду от вас. Они, говорит, почему-то отказались. А когда суд шел, теперь они говорят. Мы можем дать справку. Я говорю, а ее советской власти уже нет. Мне уже не нужна. Я хотел свой вклад вложить в это. И все. Закончилось. И один к одному такие люди, которые нас не знали. Они встали на защиту. Заплатить. Иначе все счета будут арестованы. Бюджетникам. И, наконец, вот это получают. Сказал, кто согласился. 100 квадратных метров. Согласились. Место, чтобы было сухое, рядом с центром. Бабушки уже приходят. Так и дали. Но дали не дома два. И не 100 квадратных метров, а 226. И мировое соглашение. И полностью утверждено. Все, уже мы 20-летие отметили на этом месте. Мэр города. Не просто мэр. Их много. Входил в десятку лучших мэров России. И он полностью, как будто его, говорится, зазомбировали. Он едет сюда. Узнает, как у нас ремен-то идет. Чем помочь надо. Как нежилые помещения в жилые превратить. Целый год. Он меня буквально за руку водил. Баварин Владимир Николаевич. А все ему насоветовал. Это советники. Вы сегодня его привели. Он разговаривать даже не может. Инсульт. Но он пришел. И что интересно. Меня послали отбывать в Жанатас, Казахская СР. И прямо к празднику к нам приезжает Казашка. Она сейчас через стенку у Надежды Васильевны. Загидулина. Там она. Райхан. А теперь крещение приняла от адвентистов этих. Яговистов пришла. Свидетели не Ягова. Это из сторожевой башни. Принимает крещение. Через интернет пришла. Дочь крестится. Ее Рубь называет. И два внука. Рафаил и Марк. И она сегодня давала свидетельство. Это все там будет сказано. Потом в занятиях оно будет. Как Бог делает. И поэтому ничего кроме словословия нет. Мы назвали день благодарения. И сегодня Евангелие батюшка считает. Там десять расцелились. Один вернулся. Те неблагодарные. Мы назначали. Даже Евангелие не посмотрели. У нас все одно к одному сошлось. День благодарения. А у нас как раз собрание в честь благодарения. Батюшка, и хорошо, что брата моего посадили. Иначе бы сейчас негде было собираться. Меня бы не посадили. Я бы 17 лет не работал в тюрьме и вернулся. Ну, бесплатно. С заключенными. Ничего бы не было. А у нас сейчас все есть. Мы тут пять складов построили на этом месте. Но остальное-то наше. Все принимали участие. Огромный подвал сделали на 12 человек. Землю там такой бурт натаскали. Ну, там, попробуй убери, нанимай. Только пошел, брякнул одно слово. Сразу же экскаваторы. И тут все это. Все бесплатно. Экскаваторы, там, эти, самосвалы. Все развезли. Бог так делает. Когда, говорит, пути человеку угодны Господу, он и врагов его примеряет с ним. Я показал нашу губернодскую газету, Алтайская правда, огромная статья. Лапкин предпочел храм недвижимости. Вот там они молятся. И, главное, православному проповеднику отдается это здание для их встречи и молитвы. Я говорю, найдите, чтобы каторжнику, зэку, приезжав мэр, он приехал, сфотографировался и в центральной нашей печати. А это подхватили потом и в печати российская газета, а это учредитель правительства Российской Федерации. Я ничего не думал, не гадал и не знал. Просто живую радуюсь, благодарю Бога. И Бог так делает. Притом усилий, с моей стороны, у меня такая громадная ель растет, береза, тут виноград у нас, Сибирь. Боже, что ты сделал? Откуда бы они приехали, мы можем принять. Люди. Жил на 12,8 квадратных метров. Начинал не с чего. А это как с неба Бог опустил. И мы сегодня все эти чудеса, насколько возможно, рассмотрели и прославили, аллилуйя воспели. Я благодарю всех, кто знал об этом, что 20-летие у нас пребывания здесь, в первой литургии, чтобы возблагодарили тоже Бога. И сегодня молились, что-то Виктор Андреевич заболел, не раньше, не позже, вчера заболел вечером. У нас как только молятся, так, а у нас член общины нашей, Сергей Козлов. Игнать Тихонович, давайте помолим. Виктор Андреевич. Отец наш Небесный, любящий Создатель, мы предстали перед Твоим величием. Сердце наше Ты наполнил благодатью радости и благодарения Тебе за дивные дела, которые совершают с любящими Тебя. Хвала Тебе. В чем мы повинны? Прости нас, Господи. Ты оживляешь нас через святое причастие и даруешь нам силы следовать за Тобою. Хвала Тебе. Аллилуйя. Ты показал нам, сколь милостив Ты, долготерпелив, ищущий детей Твоих, рассыпанных по всему лесу земли. Найди их. Родных наших близких, не познавших Тебя, обрати. Благослови патриарха, епископов, священников и всех христиан и даруй духовное рождение. Правители наших и всех во всем мире сохранят покушение на них. Даруй мир народу Твоему, Израилю и Иерусалиму. Да воссоришься Ты в сердцах избранного Тобою Иерусалима. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Всем поклон, а Сергею особо. Аминь. Аминь. Я сейчас на пять минут зайду, у меня там есть к вам вопросы некоторые. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Слава Христос. Игнатий Николаевич, со святым причащением вас. И спасибо, Христос, за ваше объяснение. Ну, оно не мое, Марина. Я просто всю жизнь учился. Моего нету. Когда вы дальше дойдете... А я вот не принимал там... У русских хорошее пословие, если это наплевать да забыть. Между нами что-то было. Да каждый день дарит новую надежду. Ну, чего поминать старое-то? Ну, сказали они так. Где-то кому-то наступило...